ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Так, отозвался Виноградов, один из наших близких. Значит, слышно, только где я не понял, где-то он на каком-то из двух каналов слышит. Еще подождем, чтобы уже точно, знаете, очень важно много сказать, и хочется, чтобы, мне очень хочется, чтобы я говорил не пустоту. В моральном плане это многое зависит, когда знаю, что живые люди. Так, Виноградов, на ютубе идет вебинар. А где-то он еще идет. Подождем еще. Так, а это звонок из Финляндии. Ну-ка, ну-ка, слушаю Финляндию. Здравствуйте. Ага, вот сейчас только все, спасибо за подсказку, что хорошо слышно. А вы где слышите? Брат сказал, сейчас мне это, сообщил, что только, я знаю, что вы, Люда, я знаю, я помню. Я сейчас, что Финляндия, это, он тоже подтвердил, что на ютубе, значит, еще где-то меня не слышно. Он написал, слышно только на ютубе. Значит, половина меня не слышит. Ладно. Так, ну, давайте еще попытаемся разок дозвониться до Сафронова. Это очень редкий случай, когда у меня с ним нет связи. Где-то что-то он какую-то кнопку должен нажать. Ну, а потом уж начнем, что есть, то есть. Ну, вот, остальные в записи услышат. Так, Антона нет, на эпизоде трансляции нет. Но, тем не менее, мы начинаем. Мы начинаем. Что будет дальше, не знаю. Поехали. Так, первая картинка. Это моя бригада УХ, которая работает за двух. Вот. Это дети. Восемь лет. Одиннадцать лет, пятнадцать лет. Вот, зарабатывают свои деньги. В данном случае, они фасуют семена. Для чего я это показываю? Вот. Видели, мои, уже шестая серия вышла. Подряд. Как из детей надо делать гениев. Садовый гениев. Вот, дети очень все усваивают. Очень. Не только вот эта такая механическая работа. Вот. Но я, у меня садокладчик, восьмилетний мальчик. Мой внук, Семен. Видели шесть серий, кто видел. Вот. В это время схватывается все на лиду. Вот. От школьной программы шансов ноль. Ждать бесполезно. Вот. И я, помните, самый первый фильм с ним снимал. Я, он же как бы, он вроде слушает внимательно, но иногда поддакивает. Я говорю, ну что, значит, я говорю, а дальше школа будет развивать? Да, будет развивать. Я говорю, хрен. Вы будете терять все свои способности. К десятому классу отупения достигнет максимума. Значит, остается. Как мы, есть такое понятие, внешкольное воспитание. Вот давайте проводить внешкольное. Вы видели, как мало просмотров. Сотни человек за неделю увидело самый первый фильм из этих шести. Вот. А этот, это важнее. Так, на Бизоне трансляция появилась. Ну что, тогда я вам буду говорить все, что считаю нужным. Вот. Винограда. Все заработало и там, и там. Спасибо, Алексей. Итак, друзья. Значит, это внешкольное и обучение, и внешкольное воспитание. Вот. Дети могут сохранить очень важные вещи, как я. В первом классе я с учителем посадил свой первый сажей с вишней. И он мне рассказывал, держи на весу, корни должны быть расправлены, ямка, никакой огромной ямы не было, просто ямка. Я держал на весу, я держал на весу, и он засыпал, чтобы корни нигде не смялись. Запомнил на всю жизнь. А если бы мы не посадили бы это же вишневое деревце, что было бы? Ну, у меня было другое направление. И я как-то рассказывал, мне было, еще не было 30, орден уже был, да какой? Вот. Орден славы. Вот. И меня звали завлапом в Москву, в институт цветных металлов. Сказали, у нас докторов много, но их надо дисциплинку. Вот. От меня требовалось дисциплинку. А я не поел. А если бы тогда не посадил бы я эту яблоньку, ой, мишенку, может быть, я тогда согласился бы переехать в Москву? Диссертацию? Да сделаем мы тебе диссертацию. Я говорю, у меня, я же металлург. Да сделаем мы тебе диссертацию. Вот. Вот это было. Идем дальше. Вы поняли, почему я за детей? Так. Ну, этот ребенок уже вырос. Моя духовная дочка. Почему я, она? Потому что она один из лидеров. Одна из ведущих наших участников нашей группы. Официально названий нет. Есть полуофициальная секта, но это мне другие назвали сектой. Вот. А официально мы никак не названы, так? А она и в науке, и аспирант, и осенью защита. И она уже будет кандидатом. А сейчас я скажу, со стулья упадете. Вот этот человек, да? Вот. Антон пишет, включил. Все в порядке. Антон, значит, этот человек, у него несколько путей. Сейчас вы упадете со стульем, а вы же ее знаете. Вы знаете, что этот человек, я иногда подшучиваю, что самая лунная блондинка в России. Вот. Не знаю, обижается или нет. Вот. Внимание. Итак, аспирант госуниверситета. Письмо пришло от нее. Вы думаете, я ему обрадовался? Я приехал на международную выставку Протэкспо-24. Меня пригласили в составе делегации от Краснодарского края. Нас всего пять человек выбрали со всего края. Внимание. Государство полностью оплачивает участие. Надо только достойно представить свой регион. Я привезла свою пастилу. Помните, сколько я ругался? Вот. Человек, будущее от нее... Ну, учитывая ее уровень, от нее многое зависит в будущем садоводстве. Вот. Обычные ученые, это же, знаете, неправильное дерево. Вот. А она знает, что дерево правильное. Вот. А она занялась пастилой выживанием. То же самое выживание. Так же, как я косточки продаю. Я мог считать ее уже лекции в университетах. Мог. Поверьте, и поздно была бы. А я косточками торгую. А она пастилой. И теперь смотрите, что дальше. Я привезла свою пастилу. Буду угощать. И главная цель, это выставка. И не только других посмотреть, себя показать. А заключить контракты на поставку своей продукции. Особенно на экспорт за границу. Ой, не дай бог. А вдруг получится. Такой уникальной и качественной продукции, как у нас нет нигде. Поэтому нас пригласили. А вот это. Вот. Я так понял. Раз в 234-5. Четвертая слева. Это ее. То есть, вот это есть их стенд. Вот этот государственный край. И так далее. А теперь представим себе. Ох она. С ее способностями. Пробивная. Девчонка. Она действительно станет безусловно. А вдруг заключит международный контракт. Там делов-то, господи. Вот это вот, смотрите. Вот это вот. Что она, это, с яблок этих сам по силу не наделает. Скажет 100, ну, скажет 1000 тонн. 1000 тонн. Все красиво. Вот. А я все про то же. Или академик, или ведущая в самой раскрученной сельскохозяйственной телестудии, или как там, телеканала. Вот. Чтобы на всю страну она сказала, что деревья, вот они, правильные. И не надо их калечить. Кстати, это мой сад. Вот. А тут пастила. Ну, в общем, вы поняли. Высказался я. Вот. И вы поняли, как я высказался. Валерий Константинович, какой вебинар? Это уже следующий автор. Супервумен называется. Это, видимо, название этой дамы. Супервумен. Пронзительный до ужаса вебинар. Дай Бог здоровья, сплошные цитаты. На самом деле, не цитаты, вот, а фактически будущие, наверное, части будущей книги. Вот. Значит, я их называю постулаты. Еще не... Практически они уже стали аксиомами. Фактически. Ну, есть исключение с правил. Вот. Понимаете, есть. Ну, все-таки, я считаю, что уже эти цитаты, это постулаты мои. Просто человек, кто знал, с цитатами. Вот. Теперь. Поздравляю! Поздравляю! Иван Федорович. Вместе с женой Настей. Вот. Значит, Иван, я думал, дочка. Вот. Оказалась жена. На всякий случай. Казахстан. Каргадинская область. Город Абай. Дальше я молчу. То есть адрес. За границей, однако. Кирилл Иван Федорович. Телефон. Значит, сейчас мы дадим ему слово. Почему? Первым делом он мне пришел 43 тысячи рублей. Ну, догадайтесь, сколько это косточка. Правильно, несколько тысяч. Косточки, семечки. Ну, я его зауважал сразу. Это еще не был. Это самое дежурное по Казахстану. Вот. Но стал. Как? Давайте послушаем его меня. Это его письмо. Давайте посмотрим его уровень. А не только трех девчонок смог родить. Ну, еще кое-что. Проискалеченное дерево ею можно долго говорить. Это просто наглядное пособие, как наоборот делать. Кто такая ею? Таких я уже показал в последнее время, допустим, десяток. Мужчины, я еще понимаю. Ну, все мужчины. Они тягары, мы не плотники. Вы видели, как они стамесками деревья лечат? Вы видели, как ножовками лечат? Шпатель затачивают до остроты, что можно бриться. И тоже этим шпателем деревья лечат. Ну, это мужики, что с них взять? Ну, когда женщина, миловидная, очаровательная, берет, колечит деревья, я потом еще буду показывать, показывать. Я не могу успокоиться. А послушаем теперь Казахстан. Послушаем человека, который мой единомышленник. Вот. Вот это вот. Итак, Иван Федорович, продолжаю. Искоречная ею. Тема понятна. Иванова, Петрова, Сидорова. Это просто наглядное пособие, как наоборот нельзя делать. Но если бы она так и писала, вот этого нельзя делать. А нет, сто тысяч просмотров. А рекордсменный миллион просмотров? Полтора миллиона? Два с половиной миллиона? Это что означает? Это означает, что я никогда не смогу изменить ситуацию. Сильно нас мало. Итак, обывателю-садоводу год за годом предлагают новые саженцы. Год прошел, ничего не перезимовало, за редким исключением. Народ идет покупать новые, либо те же сады, либо другие. И проходит еще зима. Опять то же самое. Человек начинает понимать, что-то не так. Не докормил. Химии маловато было. Обрезку не так сделал. Как казино. А в казино что? Главное, правильно, вовремя остановиться. Ой, ребята, вчера анекдот услышал. Вот это слова. Ну, это же выходит из казино. Ну, извините, не по теме. Ну, я же не могу иначе. Это сильно грустно. И брат будет ругаться, что я опять только ругаюсь. То есть, брат, который моя совесть и моя половинка. Вторая. Выходит из казино двое. Один голый полностью держится за это место, а второй труса. И тот, который голый, говорит, слушай, друг, вот за что я тебя уважаю? Что ты можешь вовремя остановиться. Вот. Казалось бы, посмеялись. Казалось бы, этот анекдот, он никакого отношения к теме не имеет. А вот, слышал ли анекдот Иван, я не знаю. Но он написал-то, что такое вовремя остановиться. Вовремя остановиться. Вы понимаете, ведь многие же действительно, кто без трусов, кто в трусах. Но сегодня, сегодня мне звонила женщина. Я ничего не выдумываю. Это случилось именно сегодня. Ее слова. Вот. Клянусь Богом. Я почему часто, чтобы... А ну скажут, я все это по новой дому. А когда я Богом клянусь, тут уж, извините, я даже запятую боюсь лишнюю сказать. Вот. Так вот, звонит женщина и говорит. Я 15 лет покупала саженцы. Сада у меня нет. Я очень старалась. Я за ним ухаживала. Я перекапывала. Я поливала. Я дальше не помню это. Я больше всего сказать. Наверное, я опрыскивала. Ну, когда саженцы гимнут, их надо добить. То есть, опрыскать. Добить. Вот. Про это я не скажу. Но, наверное, я опрыскивала. И вот она мне позвонила и говорит. Что мне делать-то? Я хочу сад иметь. Я с ней начал разговаривать. Вы знаете, что показалось? Как она сказала? Южный Урал. Так. Оренбургская область. И вдруг она говорит. Минус 37 было. Я даже не поверил. Может быть, она проспала? Когда было 40, 45. Она говорит. Самое низкое, которое было, минус 37. Я говорю. Господи, может быть, это чуть ли не Крым. Вот. У меня и то пострашнее климат. И она добавила еще, значит, что? Очень долго, последние три года, долго-долго, ползимы не выпадает снег. Что мне делать? Ведь померзнут. А я говорю, не померзнут. Вот уж то, что. Ну, все, что от слова до новальдорских абрикосов. Хоть вообще. Я уже убедился. Вот. Такие зимы были. Вообще практически без снега. Сейчас у меня снега. Вот столько. Я палец втыкал в снег. Смотрите еще раз. Вот столько снега. Вот. Две фалатки пальца. И даже сейчас столько снега. Это за всю зиму. Все, что выпало. И я успокаивал, как только мог. Естественно, что понятно, что теперь она железо знает. Теперь она уже... Вот все, что она делает, этим делать уже не будет. Ну, все. Теперь я буду в саду... Это самое... Ну, не то, что отдыхать. Ну, все. Кадр окончился. Вот. Наш человек еще один. Теперь смотрите дальше. Итак. Значит. Вовремя остановиться. Анекдот услышали. Надеюсь, посмеялись. Вот. Теперь надо вовремя остановиться еще многим миллионам садоводов. Четыре года назад... Это продолжает Иван. Вот. Для меня Иван, а для вас Иван Федорович. Мне четыре года назад хватило одного сезона, чтобы понять, что с моими саженцами что-то не так. Химия, я вам говорю, ничего не кормлю. Резать не резал. Саженцам кирдык. Кирдык. Кроме одной череши. Самое смешное для меня... Я когда читаю такие, иногда дурею, иногда балдею. Вот сейчас балдею. Самое нежное уже... Вот для меня череша нежнее персика. Череша жива, а вымерзла все. Ну, тогда получается другое. Значит, должна быть причина, почему все вымерзло. Так? Череша жива? Что же остальное? Это все должно быть живо? Пришлось искать инфу, почему все не получается. Много читал, смотрел, слушал, пока не прочитал один комментарий. Женщина писалась в Прибалтике, точно помню. Кстати, вы слышали мой разговор с Финляндии? Это моя гордость, там мои саженцы растут. Пробуйте по железу, и будет вам счастье. Так, я вас нашел 4 года назад. За осень зимы перевернул весь ваш канал. Бедный Иван Федорович. Я поздравляю тебя с днем рождения. Надеюсь, что день рождения ты ничего не переворачивал. Так, смотрел видео прошлых лет с самого начала. Читал статьи в разделе публикации. Потом, спустя полгода, добравшись смелости, позвонил вам. Вот и мне счастье приводило это по буртику. Пошло, все растет, струксировать, научился, выращивать, прививать. Досталось первым плодом дождаться. Почти все 70 часть прививок. Живо, здорово. А это, знаете, я тут же полистал его, нашу переписку. И вот, ну пусть это прошлогодние. Ну вот скажите, что это самое, что мои косточки, это скорее всего персики. Да, персики. Мои косточки попали в хорошие руки. Когда правильная небольшая посадка, вот, они выкапывают себя сами из земли. И об этом никто не знает. Вот, почти никто. Они сами себя из земли выкапывают. И семидоли, вот возьмите, больше всего хорошо заметно на правом, правом, справа. Вот, видите семидоли. Это значит, здоровье самим сухообеспечено. Вот это и есть. Ну, еще раз поздравляю. Иван Федорович, с днем рождения. Днем рождения. спроси. Продолжение следует...